Привет, я Нокс. Дубль второй, как оказалось. Я просто сейчас минут пять рассказываю на камеру, оказывается, я её забыла включить. Ну, бывает такое. Давно не было прочитанного, есть о чём рассказать. Прочитала я не так уж много за полтора месяца, но книжки довольно-таки забавные. Поначалу мне очень хотелось о лёгкости, поэтому я прочитала Хеллин Филдинг, ребёнок Бриджит Джонс. История давно известная, многим наверняка видели экранизацию. История о главной героине Бриджит Джонс, который ведёт дневник и описывает всё, что с ней случается. Здесь история о том, как у неё появляется ребёнок, ну, естественно, судя по тому, что это комедийная героиня, ребёнок не может появиться просто так. Бриджит Джонс не знает от кого ребёнок, то ли от бывшего, с которым она долго встречалась, то ли ещё от одного бывшего, с которым был мимолетный лёгкий роман. Описано прекрасным языком, весело, легко. Наверное, поэтому мне и нравится то, что во мне нет такого, такой лёгкости отношения к жизни, как здесь. Ну и довольно забавно читать, как Бриджит Джонс строит взаимоотношения с людьми, со своими бывшими и всё такое прочее. Очень рекомендую для тех, кто не хочет загружать свой мозг. Дальше я перешла к классике, но классика тоже, как оказалось, такая довольно-таки лёгкая и весёлая. Клайв Стейплс и Льюис «Письма Баламута». Ну, в издательстве эксклюзивная классика. Автор, известный британский философ, теолог, филолог и историк литературы. Однако широкую славу принесло ему писательство, ведь именно этот строгий преподаватель Оксфорда и Кембриджа стал одним из самых выдающихся англоязычных писателей XX века, Перу которого, среди прочего, принадлежит легендарный цикл «Хроники Нарнии». Ну вот, как бы, для тех, кто любит «Хроники Нарнии», как я, которые читали их, когда ещё это не было мейнстримом, как это принято говорить, рекомендую. Здесь история какова. Какова, такова и не какова больше, да. Старый чёрт учит молодого чёрта, как совершать гадости, как сбивать людей с пути истинного для того, чтобы затем завладеть их душами. При этом надо учитывать, что чёрт привык косячить везде, то есть он косячит конкретно и в обучении своего молодого подопечного. Ну и здесь, что мне очень понравилось, есть очень такие интересные глобальные рассуждения о взаимоотношениях людей, о любви, о неравенстве, о смыслах, о войне, насколько я помню, Первая мировая, наверное, здесь обсуждается. И довольно очень интересно читать, как это вплетено в канул повествования. То есть это непростая история о чёртях. Поэтому, мне кажется, для тех, кто не знает, точнее, кто знает автор Хроник Нарнии, очень интересно узнать с другой стороны. Для меня, например, это было довольно-таки интересное открытие. Дальше мы перейдём ещё к одной английской писательнице Маргарет Эдвуд «Мужчина и женщина в эпоху динозавров». Тоже довольно-таки известный автор. По её романам снимали очень много фильмов. Сейчас не припомню каких. Рассказ «Служанки», по-моему, тоже её. Ну, здесь о чём? Эта книга, получается, немного проходная, как я поняла, из библиографии и истории самой Маргарет Эдвуд. Стандартный альбомный треугольник, как-то мне тут попадается. Что может быть обычнее и банальнее? Но, как пишут в аннотации, обыденности и банальности надо забыть. Её взгляд на семью, но отношения между людьми особенно не похожи никакой на другой. Природа человеческого, по большому счёту, не изменилась до исторических времён, и зло никогда не станет добром. Любовь нельзя заменить привязанностью. Все мы, как герои Эдвуд, хотим знать, ради чего живём. Такой, скажем, стандартный любовный треугольник. Жена, которая изменяет мужу, и вдруг её любовник покончил с собой, она впала в депрессию, ничего не хочет делать. Муж, который бросил хорошую работу ради того, чтобы заниматься тем, чем ему нравится. Он художник, создаёт деревянные скульптуры. И девушка, которая тоже живёт с парнем, но при этом считает, что он скучный и неинтересный, очень любит динозавров и живёт в своём мире, в который она уходит от того, чтобы как можно меньше получать негатива от людей. Как мне показалось, в ней нет никакой динамики, но это закономерно. Здесь описываются отношения, здесь описываются чувства. Она не может быть экшеновой. Но мне показалось, что герои слишком погрязли в своих страданиях и просто не хотят жить. Вот как мне показалось. Тем не менее, читать было интересно. Здесь много об истории динозавров. Опять же, много рассуждений о политике, о обществе того времени, про которое пишется в романе. Но это не самая, я думаю, лучшая книга Маргарет Эд. Мне бы хотелось почитать что-нибудь другое, потому что я знаю, что английские писатели пишут круто. Не хуже, чем наши. Ну, если вам будет интересно, почитайте. Тем более, название очень интересно. Дальше я перешла к страшилкам. То есть, видите, как гоняет. Позитивная, легкая, потом классика, потом страшилки. То есть, мне хочется быть все время в одном жанре. Комната страха, гости с того света. Это сборничек. Это сборничек. Здесь засветились такие авторы, как Натаниэль Готтерн, Уильям Фрайер Харви, Монтагю Ротс Джеймс, Эдвард Фредрик Бенсон, Чарльз Диккенс, Амелия Н. Бленфорд Эдвардс, Маргарет Телефант, Джозеф Шеридан Лефаню, Брэм Стокер даже появился тут, Монтагю Ротс Джеймс. Я почему-то решила по обложке, что это современная сборника. А тут оказалось, это довольно-таки древняя история. И для тех, кто любит современную историю с большим количеством событий, экшенности и развития, и взрывов и всего и того прочего, эта книга не понравится. Но она как для тех, кому интересно, как зарождался жанр ужасов и откуда все это бралось. Им будет интересно. Мне вот конкретно понравилась только парочка рассказов. Наверное, сигнальщик, подброшенные руны, ну и, скорее всего, портрет. Ну, здесь такие истории, когда там откопали могилку, что-то забрали, нагрубили, а потом оказался человек, которому нагрубили, знает какие-то древние знания и вас преследуют. То есть вот такого рода. Они не шибко страшные, скорее мистические, но, как я заметила, для начала, по-моему, 19 века весьма характерные, даже начало, наверное, 20-го, весьма характерные такие неторопливые мистические истории, которые страшны именно людям того времени. Нам уже после всех этих фильмов ужасов это покажется немножечко смешным. И последнее, что я прочитала, С. Джей Кинкейт, «Диаболик». Мне эта книжка настолько почему-то напомнила «Голодные игры», которые я давно-давно читала. Тем не менее, почему-то показалось, что есть что-то общее, что я полезла смотреть, действительно ли это автор. Оказалось, что нет. Оказалось, что это совсем другая женщина. И просто, видимо, очень похоже, как похожи все книги этого жанра. Что про историю? Мир будущего. Люди покоряют космос. Но проходит время, и техника начинает приходить в негодность из-за того, что новая лигия, гелионизм, объявила науку ересью. Человечество разделилось на грандов, живущих в крепостях, звездолётах и излишних жителей планет-колоний. Ну и здесь главная героиня, она является дьаболиком, то есть телохранителем одной девочки из богатой семьи. Отец этой девочки, которую защищает, главная героиня, еретик, он занимается наукой. и он попадает в такую ситуацию, когда император этой вселенной вызывает к себе дочь учёного для того, чтобы держать её при себе. И, соответственно, её отец не поднимал бунт и сидел тихонечку в своих владениях. Но вместо дочери отправляют как раз дьаболика, которую зовут Немезида. Такое говорящее имя, она ангелка-оратель и так далее. Мне книжка, в принципе, понравилась, она довольно-таки интересная до половины. Дальше, почему-то, автор ударяется в такую немножечко романтичную историю и всё почему-то мне нравится гораздо меньше. И концовка в том числе мне меньше понравилась, чем начало, потому что из этого можно было сделать очень классную историю. Главная героиня влюбляется в принца, который должен унаследовать Терроны, который все считают сумасшедшим. И что вот из этого получается, как герои живут, сражаются и пытаются изменить свою действительность, есть всё в этой книжке. Мне показалось, что это один из романов, который когда-нибудь экранизируют, запомните, потому что мало ли нам придётся это смотреть, но это не самая лучшая книжка, у автора вроде есть ещё что-то похожее в фантастике, она в жанре фантастики писала, но будем ждать или искать, если оно попадётся специально, я вряд ли буду искать этого автора, потому что он меня не сильно зацепил. Вот такое немного сумбурное прочтение, дальше о том, что я читаю сейчас, немного застряло на трилогию оудио ойкумена, не знаю почему, вот где-то я посерединочке сейчас торчу, так хорошо начала читать, а потом почему-то первая часть как пирожочек залетела, да, горячий, а дальше я почему-то застряла, ну, ещё плюс, всё-таки такую книжку неудобно читать в метро, а я в основном читаю в метро, вот поэтому она лежит и ждёт часа, когда у меня появится немножко времени или желания почитать её перед сном, потому что я очень устаю на работе, я прихожу поздно часам к 11, и честно говоря уже глазки закрываются и читать не хочется, хотя для книголюбы и книгомана, который зачитывается до 4-5 утра интересными книгами, это, наверное, странно, но годы усталость берут своё, мы стареем, становимся хуже и так далее, но это не мешает читать мне Ричарда Яйца, Пасхальный парад вот тут пишут, что тонкий проникновенный роман автора Дороги перемен Дорогу перемен не читала, но по нему вроде сняли фильм Сэм Мендес Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях здесь две сестры, которые родные, соответственно, родились у одних и тех же родителей, мать у них взбалмошная, рассталась с отцом, отец умирает, мать сходит с ума и спивается потихонечку и вот рассказывается об этих сестрах, которые одна вроде бы благополучно выходят замуж, а вторая такая легкая, летящая по жизни, у которой куча мужчин, она пытается зарабатывать писательством, ну точнее она редактирует и пишет статьи для журналов и что вот из этого получается. Книжка мне очень нравится, вот я за пару дней прочитала практически уже все и, наверное, на днях ее дочитаю, язык прекрасный, написано легко, вопрос, конечно, у меня пока зачем, зачем нужна эта история, но, наверное, это я узнаю, когда прочитаю все до конца. На этом желаю вам хороших книг и мне желаю хороших книг, желаю побольше времени для того, чтобы читать больше, ждем тепла, кстати, весна уже чувствуется, стало немножко теплее, светлее и пахнет весной, вот, хороший книг, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok